Двойная блокада ФС-2 позитивного рака от беспрецедентной эффективности и экономической созидисообразности. Ну вот здесь программа и докладчики, которые будут представлены, в каждом своем направлении. Значит, опыт, европейский опыт, профессор Айраман Ольганг представит свои соображения. Взгляд хирурга профессор Кривородько Пётр Владимирович, неодиант в лечении Елены Владимировны Артамонова, Москва, Центр Николая Николаевича Блохина. Взгляд экономиста Виктория Игоревна Игнатьева, Москва. И там и дальше заключенное слово. Ну, прежде чем дать, так сказать, слово, и чтобы определить последующие, как бы, доклады, несколько слайдов, касающихся неодиантового лечения хердопозитивного рака, ну, известные вот эти работы. Один из зачинателей вообще неодиантового лечения, в том числе при хердопозитивных опухолях, Лука Джиани, лауреат премии Маладонна и наш постоянный коллега вместе с Вольганком Айрманом. Мы постоянно и находимся в одном, так сказать, центре, Микеланджело Центр, который планирует все такие вот испытания, касающиеся таргетной терапии. Включая в том числе и, ну, здесь очень кратко, это исследование, неосфера, где показана высокая эффективность, определяемая по частоте полных регрессов при двойной блокаде использования как тростозовабы герцептивных, так и препаратом Биодайм России зафиксирован, особенно в сочетании с химиопрепаратами. Ну, вот здесь надо говорить, и мы сегодня в лекции, и вот на утренней конференции, в утреннем завтраке говорим о том, о преодолении резистентности к такой терапии. Это высокоэффективное лечение, но многие пациенты нечувствительны к нему, и это видно по испытаниям неодевантной терапии. И как преодолеть вот эту нечувствительность? Видно, что фактически среди иммуногистохимических определяемых позитивных опухолей на самом деле только одна треть действительно чувствительна к таргетной терапии, включающей вот тростозомаб или, там, скажем, пертузомаб Биодайм. Это на весь круг, на всех пациентов. Если брать отдельно пациентов с рецепторами негативными опухолями, не эксплуатирующими рецепторы гормональные, то половина больных чувствительна к такому терапии, что это оказывается данными, плохо переводится, неодиантового лечения и высокой частотой полный регресс. 70% больных – полный регресс опухолей. То есть не обнаруживается опухоль ни в молочной железе, ни в лимфоузлах. И предстоящие, так сказать, направления преодоления резистентности будут связаны с вот этими путями. В том числе и то, что уже сейчас начинается, это, так сказать, оценка иммуноконтроля, использование чекпоинта ингибиторов и так дальше.